Громкий коррупционный скандал в Псковской области. По делу о получении взятки задержан вице-губернатор Александр Кузнецов. По версии следствия, чиновник получил от коммерсанта жилой дом со скидкой в полтора миллиона рублей. А вот за какие услуги, выяснил Андрей Романов. Вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова задержали в его рабочем кабинете. Повод весомый. Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее полутора миллионов рублей. Со своей стороны Кузнецов обеспечил победу коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области. На должность заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова назначили в 2012 году. Чиновник курировал важнейшие направления в работе правительства Псковской области. В его введении были вопросы ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики и строительства. На важные для региона объекты вице-губернатор всегда выезжал лично, с удовольствием общался с прессой. Все работы ведутся планово. Мы видим достаточное количество ресурсов, достаточное количество техники, людей. И что немаловажно, в этот сложный экономический период объект полностью обеспечен финансированием. В полномочия Александра Викторовича также входили и переговоры с инвесторами и застройщиками. И судя по тому, в чем его обвиняют следователи, государственный деятель ловко вплетал в рабочие моменты и личные интересы. Не исключено, что вице-губернатор Псковской области за годы работы на высокой должности успел обзавестись заграничной недвижимостью. Во время обыска по месту жительства и работы вице-губернатора следователи нашли у него удостоверение личности, выданное эстонскими властями и документы, подтверждающие право проживания на территории республики. Сейчас Александр Кузнецов задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Администрация области уже объявила на официальном сайте. В расследовании этого уголовного дела окажет любое содействие. Андрей Романов, Вести, дежурная часть.